Манилиоз на яблоне не называют манилиальным ожогом. Что делать в этом случае, когда у вас яблони начали поражаться манилиозом? Никогда не оставляйте падалицу, никогда не оставляйте гнилые яблоки. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о манилиозе яблони. Мы уже рассказывали о таком вредоносном заболевании, как манилиоз вишни, но напомню ещё раз. Южные сорта вишен в нашей средней полосе очень и очень сильно поражаются манилиозом. Вылечить эти сорта довольно-таки сложно, потому что весь наш этот климат способствует очень бурному, быстрому развитию этой болезни. Манилиоз вишни часто ещё называют манилиальным ожогом, потому что вишня вдруг засыхает листья, и такое впечатление, что она сгорела. Ещё раз говорю, что вылечить заболевание, как манилиоз вишни, очень сложно. Лучше всего сажать наши проверенные сорта, как жуковская, владимирская, шубинская. Да, может быть, они слишком высокие, не очень удобные в сборе урожая. Ну, может быть, есть более крупные южные сорта. Но это надёжные, хорошо проверенные временем сорта, которые устойчивы к таким заболеваниям, как манилиоз и кокомикоз. Как выглядит манилиоз на яблоне? Манилиоз на яблоне не называют манилиальным ожогом, при этом листва практически не страдает. Но если у вас яблоня хорошо цвела, и вдруг завязи засохли, это первый звоночек о том, что на яблоне есть манилиальная инфекция. Эти завязи опадут и не дадут никаких плодов. А те завязи, которые сформируются, те завязи, которые дадут плоды, вот эти плоды, они буреют. Обычно это начинается с небольшого пятна, они буреют. А потом на них появляются бугорки-спор. Ну, мы называем, что яблоки гнилые. Но это не гниль, а это не что иное, как манилиоз. Очень сильно поражаются манилиозом плоды, которые опали. Вот все травмы плода. Либо ход сделала плодожорка, либо яблоко упало, и у неё вот есть вот эта вот отбитая часть. Вот это ворота для распространения манилиальной инфекции. Что делать в этом случае, когда у вас яблони начали поражаться манилиозом? Во-первых, нужно сразу же собирать все поражённые плоды. В пищу они не годятся. И не нужно отрезать поражённую часть, не нужно употреблять непоражённую часть. Гриб очень глубоко проникает внутрь плода, и лучше эти плоды все утилизировать. С манилиозом вот за одно опрыскивание не справиться. Нужно начинать опрыскивать ещё в стадии зелёного конуса, когда только-только почка начинает пробиваться, и появляется маленький зелёный росточек. И здесь нам поможет такой препарат, как скор. Но если вы не успели это сделать весной, то сейчас, после того, как дерево отцвело, и завязались маленькие плодики, можно ещё раз обработать скором, и через 7-10 дней ещё раз обработать скором. Этим препаратом прекращают обработки за 20 дней до сбора урожая. Как хранить садовые шланги? Хитсад предлагает разумное решение. Держатели, настенные или стойки. Прежде всего, такие держатели обеспечивают безопасное и аккуратное хранение поливочного шланга. Он не путается и не трескается. Удобное расположение шланга, он всегда под вашей рукой. А ещё это ландшафтное украшение садовых участков. Очень хорошо помогает в борьбе с манелиозом бордоская смесь. Также начинаем опрыскивать до распускания листьев. Здесь мы берём 3% бордоскую смесь. А когда завязались плодики, то мы берём 1% бордоскую смесь. И делаем мы одно опрыскивание. Вот сейчас, когда уже завязались плоды. За 28-30 дней опрыскивание прекращаем, потому что после истечения этого срока только можно употреблять в пищу плоды. И обязательно никогда не оставляйте падалицу, никогда не оставляйте гнилые яблоки ни на дереве, ни под деревом. Всё собирайте, утилизируйте. Лучше всего где-то их либо закапывать за территорией сада, либо их куда-то сваливать в бурты, но также за территорией сада. Муравьи, другие насекомые, которые лазают по этим плодам на лапках, способны переносить споры этого гриба, и таким образом заражаются всё больше и больше растений.